БЛИССКОН Добро пожаловать в потасовку! Потасовка еще лучше воплощает концепцию быстрого, легкого и постоянно развивающегося игрового режима. Как и в потасовке из Hearthstone, в Hero of the Storm появятся особые игровые форматы. В них будут уникальные правила, которые будут меняться раз в неделю. Не важно, какие герои у вас есть, какого вы ранга и какая роль в команде вам ближе. В потасовке все оказываются в равных условиях. Игрокам нужно быть готовым ко всему. Каждую неделю из множества вариантов будет выбираться новый формат, и их число будет расти по мере развития режима. Для примера, потасовки могут происходить на карте с одной линией, вроде Затерянного Грота. На картах арены, подобных тем, что показывали на прошлом BlizzCon, и на обычных полях боя, измененных мутаторами. Мутаторы — уникальные условия, которые действуют в сочетании с базовыми правилами и изменяют их. Мы можем ограничивать доступных героев, добавить уровень сложности, либо смешать все это в дикий коктейль. Например, одна из первых потасовок с мутаторами называется «Между молотом и молотом». Матчи будут проходить на башнях Рока, а играть можно будет только за сержанта Кувалду. Чтобы подлить масло в огонь, ускорители Кувалды будут действовать все время, пока она не находится в осадном режиме. Нельзя запустить новый режим и не упомянуть о наградах. Учтите, что награды все еще могут меняться. Но для начала, наградой за каждую потасовку станет уникальный портрет. Пройдите три игры за неделю, чтобы получить уникальный портрет и немного золота. Не бойтесь, если вы пропустили одну из потасовок и не получили уникальный портрет. Скорее всего, она снова попадет в ротацию в будущем. Если у вас уже есть портрет за определенную потасовку, вы все равно получите немало золота. А также уйму интересных впечатлений. Потасовка — это веселый и легкий в освоении режим, где главное — подобрать новое и хорошо проводить время с друзьями. Чтобы узнать больше о потасовках и получить ответы на вопросы, прочтите нашу статью. Спасибо за просмотр. До встречи в Нексусе. Ролик озвучен студией Artvoice.